Субтитры сделал DimaTorzok Тут вопрос такой Конструкторы и распилы Есть два таких термина, которые так или иначе Вошли в такой наш обиход И на самом деле ни то, ни другое Это нехорошо и неправильно Если мы говорим именно про конструктор Что это такое изначально Это не совсем по-честному И не совсем по-правильному обновленный автомобиль Как это делалось в свое время В 2000-х годах, в 90-х годах Бралась какая-то машина отдельно взятая Например, может даже аварийная Может не аварийная, неважно какая Здесь, которая откатала свой век И привозились запчасти То есть отдельно кузов привозился Он мог быть порезан на две, три части Мог быть целиковый, отдельно двигатель И производилось обновление узлов агрегатов То есть ты приезжаешь в ГАИ и говоришь Вот я хочу на своем Мерседесе 85-го года Допустим, обновить кузов И поставить кузов 2005-го года И там поставить, например, двигатель То есть получается, ты под старые документы Навешиваешь новые узлы агрегата То есть собирается новая машина Именно путем конструктора Но висит весь этот конструктор на старых документах Сейчас эту лавочку уже прикрыли И практически невозможно этого сделать Потому что сейчас машины должны проходить сертификацию То есть нужно получать все эти разрешения сертификации В нами, в мами и так далее И второй термин это распил Здесь все гораздо хуже и более грустно Распил это, собственно говоря, по аналогии с деревопроизводством Когда пилится То есть машина чаще всего пилится пополам То есть ровно пополам Либо там, скажем, отпиливается задняя часть Либо передняя часть И вывозится сюда в Россию Просто либо как металлолом Либо как запчасти Здесь кое-как на коленках все дело сваривается Каким-то образом Не буду, скажем, углубляться Каким именно Но вы понимаете, что много есть путей Организовываются документы И такие машины продаются То есть было 2-3 кусочка Такая нарезочка И слепили одно целое На самом деле Конструктор, по крайней мере Он теоретически безопасен Но если мы говорим о распилах Вот здесь вот, ребят, засада То есть распил, он опасен И на самом деле Он может быть опасен даже для жизни и здоровья Потому что кузов уже абсолютно не жесткий Потеряна заводская жесткость И можно также получить большие проблемы при регистрации Но вот как раз по поводу регистрации Какие проблемы могут преследовать Проблемы самые серьезные Вплоть до отказа в регистрационных действиях И больше, скажу Аннулируют действующую регистрацию И машина просто превращается официально в металлолом Она была до этого неофициально распилом А теперь стала официально металлоломом Потому что машина не проходит по техрегламенту Без опасности Она небезопасна Это касается и распила, и конструктора? В первую очередь это касается распила То есть конструктор, это все-таки, как я сказал Это целый кузов, по крайней мере Если все оформлено правильно, тогда такие машины Они ездят и вполне вероятно Абсолютно спокойно в общей очереди Встают на учет в ГИБДД Но распилы, машины, которые пилены По лонжеронам, по стойкам, по крыше, по днищу Они, соответственно, тут же При таком детальном осмотре инспекторам Отворачиваются в стороночку Проводится небольшая такая внутренняя проверочка Экспертиза и просто аннулирование учета И такая клумба на полторы тонны Где-то железа у себя в огороде Но вот здесь продавец хоть и, скажем, непорядочный Но с другой стороны признается, что конструктор А я уверен, что есть многие, которые не признаются Что этот конструктор распил Есть ли способ как-то, ну вот, по первичным признакам Опознать то, что автомобиль сварен, спилен? Да, да, да В первую очередь надо смотреть документы Если мы берем документы, видим, что машина 96-го года По документам, да А перед нами кузов, который начал выпускаться 2002-2003-го года Значит, очевидно полагать, что Была произведена замена узлов агрегатов Скорее всего, это конструктор Дальше, что касается конкретно распилов Когда мы проверяем машину В наших интересах проверить именно несущую часть кузова Силовую Можно обратиться либо в автосервис Либо к специалисту Либо, на крайний случай, самим Снять уплотнительные резинки в дверных проемах То есть посмотреть, чтобы не было Распилов, швов на стойках Обязательно центральные стойки Задние стойки, передние стойки Желательно поднять накладки порогов Посмотреть накладки порогов Есть такой замечательный прибор, друзья Он стоит абсолютно недорого Это несколько тысяч рублей Называется толщиномер Профессионально никому не нужен Купите толщиномер Промеряете стойки Каждые 2-3 сантиметра Вы потратите 15 минут времени Несколько тысяч рублей Но гарантированно не купите машину Собранную с двух Можно я даже тут лайфхак небольшой Добавлю Его можно взять на прокат Абсолютно согласен Да, есть такая история И это правильно Ну и твое резюме по Конструктору Я бы не стал Честно, я бы не стал Ребят, ну прошли те времена Когда был дефицит на рынке То есть сейчас можно купить хорошую машину Без, скажем так, без проблем В теории, на практике Просто пришел, купил, выбрал и ездишь Зачем создавать самому себе Какую-то головную боль И на перспективу проблемы Потому что что-то может поменяться В законодательстве И по большому счету Конечно, у вас все никто не заберет Но при дальнейшем контррегистрационном действии Просто превратиться в груду металлолома Это довольно дорогое удовольствие Так экспериментировать Ну будем надеяться, друзья Что наш разговор с Максимом Шелковым Вам чем-то помог Еще больше интересных историй На канале Макса в Ютубе Макс, большое тебе спасибо Спасибо, пока Пока